Всем привет! Сегодня в видео обзор Nansen, обзор экосистемы Cosmos, Binance Chain и Terra, сравнение протоколов для децентрализованного обмена, последние новости Binance Smart Chain, новости хобби экосистемы, особенности регуляции NFC рынка и обзор новостей из популярных телеграм-каналов. Для вашего удобства это видео мы разделили на главы, а также создали группы, в которой мы будем дублировать аналитику проектов, которые мы обозреваем в наших видео. В этой группе вы сможете заказать, какой проект заслуживает изучения. Также хочу сказать, что все мы делаем бесплатно и беспристрастно, поэтому будем благодарны вашему лайфу и подписке. Наташа Аверьянова сделает свой ресерч, расскажет точнее. Всем привет, доброе утро, добрый день. Сегодня будет ресерч о проекте Moonbeam с экосистемы Polkadot. В субботу я про него упоминала, но погорячилась с выводом о том, что Бриджи там не используется. Что такое Moonbeam? Этот проект. Moonbeam это блокчейн-платформа специально для разработчиков децентрализованных приложений, которые помогают самим разработчикам интегрироваться в Polkadot. То есть как это происходит? По сути, на самом деле, если мы изучаем Polkadot проекты, то для лучшего понимания лучше зайти в комьюнити и спросить у админа, потому что очень часто документы бывают совершенно непонятные. По сути, что это значит? Я пишу смарт-контракт на эфире, допустим, а Moonbeam помогает мне со своими инструментами, со своими Бриджами и так далее интегрироваться в Polkadot. То есть мне самой не нужно будет делать отдельную версию на каком-то другом блокчейне или же делать Бридж. Вот так. Потому что за меня это сделает Moonbeam. Плюс еще к этому, благодаря тому, что Moonbeam интегрируется в систему Polkadot, скоро она станет парачейном, попытается стать парачейном, то получается так, что наше приложение, которое интегрируется в Polkadot, мы можем его использовать во всей экосистеме Polkadot и связывать его с другими парачейнами. Вот так вот. Это Moonbeam будет очень полезен и выгоден для проектов, которые уже сейчас существуют на эфире, для того, чтобы, опять-таки, как я уже сказала, интегрироваться в Polkadot, быть на нескольких сетях одновременно и, собственно, расширять свои возможности. Так, это что касается самой технологии. Ага. И еще был задан вопрос про токены. В этом проекте, в Moonbeam существует два токена. Существует вообще три токена, но сейчас мы посмотрим два. Токен Glimmer и токен River. Эти два токена, они имеют одинаковый функционал, просто Glimmer токен будет на сети Polkadot, а River токен на сети Kusama. Проект Moonbeam будет пытаться стать парачейном на Kusama, а затем на Polkadot, соответственно. Третий токен, о котором я сказала, это токен DEV, это тестовый токен. Сейчас мы посмотрим, как до него добраться. Нам нужно зайти в документы Moonbeam, выбрать Getting Started и Integrate MetaMask и добавить тестовую сеть Moonbase Alpha. Она добавляется, соответственно, совершенно так же, как и другие сети мы добавляли в Alash, Binance, Smart Chain и тому подобное. Вводим, собственно, данные наши, сохраняем сеть и затем смотрим. Я надеюсь, видно мой Метамаск. Значит, у нас появляются токены DEV. Вчера у меня было, как только я зарегистрировалась, у меня было 10 токенов DEV. Я их попробовала куда-то отправить, потом отменила транзакцию и количество уменьшилось. Но вообще пишут, что эти токены, они просто так тестовые, они никакой ценности не имеют. Вот. И еще одну важную, интересную вещь хочется указать. Это Moonbeam и имплементация сотрудничества с SushiSwap. SushiSwap теперь можно будет в перспективе использовать на сети Moonbase. Вот, собственно, получается, я добавила сеть Moonbase в свой Метамаск, законнектила, да, кошелек. И что я могу сейчас в перспективе делать на SushiSwap через Moonbase сеть? Да, что я могу делать? Я могу сейчас в списочек. Да. Ну, все, что делается на SushiSwap, я, по идее, могу делать в сети Moonbeam. Создавать пулы, вкладывать ликвидность и тому подобное. Но здесь есть выбор из вот этих, получается, токен Glimmer, Custom Yerce 20 токен и вратнутый Glimmer. По поводу токенов, кстати говоря, не сказала. Нужно сказать, что и токен River для Kusama, и токен Glimmer для Polkadot, они еще не выпущены. Да, только сначала будет выпущен River в первом-втором квартале 2021 года, и уже после этого токен Glimmer, соответственно. Вот так. Поэтому пока что это в перспективе, и, по идее, когда вот эти токены выпустятся, мы можем пользоваться ими через сеть Moonbase на SushiSwap. Вот так. Такс-такс-такс. Ну, в целом, у меня все. Есть ли вопросы? Как достигается то, что можно создать? То есть, если типа с Moonbeam есть, то есть, как получается, можно... Ну, что делать? Нужно создать свой актив в сети Moonbeam, да? То есть, Moonbeam это просто тупо копия эфира, правильно? Как этот копия эфира может стать парачейным? Ну, это не копия эфира. Сам Moonbeam, по идее, он построен на субстрате, и он будет помогать разработчикам. Поэтому Moonbeam, скорее, не... Moonbeam дает инструменты для того, чтобы связать эфир и Polkadot, вот так. А не сам является эфирным приложением. А как это? Как это работает? Ну, техническую часть я не могу, как это вот, прям осуществить. Нет, конечно, да. Мы никто не можем техническую часть, вот я, то есть... Ну, как я вначале сказала, мы пишем смарт-контракт на эфире, а Moonbeam уже со своими инструментами, со своими бриджами помогает нам интегрироваться в Polkadot, к примеру. Это так мне, кстати, в чате, в Телеграме у них ответили админы. Окей, интересно. А когда будет юзкейс? Как вы, допустим, какой юзкейс есть? Не могу ответить на этот вопрос, кроме уже того, что я раньше сказала. Хорошо, спасибо большое. Токенов еще в продаже у них нет, да? Да, токенов в продаже нет. Сначала будет River, первый, второй квартал, а потом Glimmer для сети Polkadot, второй, третий. Пока что они не выпущены. Ой, спасибо, Наташа. У нас есть, да, на агрегаторе на Polkadot, да? Угу, да, да, этот есть. Да, ну-ка, спасибо. Так, да, всем привет. Начнет Влад со своего отчета по Delphi. Так, начнем с отчета по Delphi сегодня. Сейчас расширю экран. Сегодня, значит, статья будет посвящена различным децентрализованным биржам, в принципе, тем, как это все работает. И хотелось бы вот обратить внимание на эту табличку. Здесь сравниваются различные децентрализованные биржи, то есть такие, как DivideX, Perpetual Protocol, FutureSwap, Synthetix и их функционал. Здесь, значит, идет сравнение по типам децентрализованности, то есть то, на каком логаритме идет обмен, идет создание рынка. То есть это либо ордер-бук, либо автоматизированный маркет-мейкер, либо это перетупер сделки. Также степень их развития, то есть некоторые уже давно вышли в Майнет, а некоторые еще в стадии теста. Вот те лейеры, которые они поддерживают. То есть, допустим, здесь некоторые поддерживают эфиры, и в смарт-чейн, некоторые только на эфире, и некоторые на каком-то отдельном скучении были запущены. Также по цене, получается, то, как они определяют цену, часть всего это Oracle. По, получается, тому, какие есть лица, с которыми они взаимодействуют. То есть в данном случае, допустим, это PoolLP, либо Clutter Depositors, это, грубо говоря, вот та сущность, через которую проходят деньги. То есть, допустим, если это пер-контракт, то там, по идее, ничего не должно быть. Но если, допустим, это какой-нибудь автоматик-маркетмейкер, то там, скорее всего, будет третье лицо, это Pool. То есть, пулы сначала приходят деньги, потом они оттуда, собственно говоря, уходят. Вот. Затем Market Deployment. Как я понял, что это то, как разворачивается рынок, то есть, есть ли возможность как-то повлиять на рынок. То есть, здесь, когда написано Governance, либо Permissionless, то есть он как был запущен, так он и есть. Вот. Значит, какие выводы можно отсюда сделать? Это то, что объем битка эфира именно по объему торгов превышает 2 триллиона долларов в месяц. Вот. И сейчас топовые проекты, которые пытаются охватить как можно больше чейнов, это Synthetix Optimism, Binance Smart Chain. Вот. И также здесь в статье будет, получается, приводился проект, сейчас скажу, а, получается, говорили про проект AlphaX, о том, что он сейчас находится на тестовой стадии, и то, что, возможно, он как раз-таки охватит как можно больше этих всех функций и будет иметь наиболее разнообразную систему. Всем спасибо. Спасибо. И все. Спасибо большое, Влад. Продолжит Александр и расскажет нам обзор про Мессари. Да, добрый день, коллеги. Мессари не опубликовали ничего нового, поэтому мы продолжим изучение нашего прошлого отчета про космос и его экосистем. На главной странице экосистемы космос можно найти информацию про текущие работающие уже проекты и их блокчейны. Самые топовые из них это Binance Coin, не путайте с Binance Smart Chain и Terra, программируемые деньги, грубо говоря, которые мы сейчас и рассмотрим. также вот на странице экосистемы в разделе токены можем смотреть список из 31 монет, которые уже, грубо говоря, и 31 проект, который работает, вот, например, Switch.eo, точно это, знаю, работает. Это дезинтализованная биржа, это дезинтализованный VPN. FOM это для того, чтобы можно было дезинтализованно связывать дезинтализованный мир, реальный мир и виртуальный мир. Torchain, который разбирали недавно, Crypto.com, Coin тоже. И в разделе Apps и Services можно найти список более подробных, там 230 с чем-то проектов, которые работают или планируют работать на экосистеме космоса. И у них есть различные стадии, то есть есть стадия Mainnet, есть стадия Approved Concept, которая только начинает работать, Testnet и Development. Между прочим, Binance Smart Chain в этой системе находится в стадии Development, а Binance Chain, основная сеть, которая была самая первая запущенная от Binance, на Mainnet. Вот сейчас к ней перейдем. Как на самом сайте они заявляют, Binance Chain и Binance Smart Chain это система, которая друг друга дополняет, и они являются частью одной большой системы Binance. По сути, Binance Smart Chain сейчас находится в приоритете у команды, и поэтому его больше развивают. Но у Binance Chain, у сети, которая поддерживает стандарт токена BEP2, также есть уже рабочие продукты, это вот DEX, это стейкинг, мост, который все используют как основной и единственный, и кошелек расширения Binance Chain. Вот, перейдем к краткому обзору Binance DEX, это децентрализованная биржа для торговли токенами стандарта BEP2, не BEP20, который Binance Smart Chain, а именно BEP2. И список торгуемых токенов довольно широк, вот можно посмотреть вот сбоку. Для того, чтобы подключиться к данной бирже, децентрализованной, нужно иметь расширение Binance DEX, это их собственное расширение. И могу отметить, что объемы на этой бирже не слишком большие, поэтому здесь бывают очень сильно проскальзанные или плохо прорисовываются графики. Вот, например, графики такие вот рванные, все из-за того, что недостаточно ликвидности. Вот, перейдем к следующему проекту, это программируемые деньги Terra. Это уже более такой рабочий продукт, продукт для того, чтобы можно было использовать стейблкоины, которые привязаны к аналогам реального мира. То есть это можно использовать, основной у них токен это USD, это доллар этой сети. Также у них есть евро, китайский уань, японская иена, франк. В общем, корзина основных мировых валют. Также у них есть монеты, которые отображают акции. То есть, например, монеты в сети Terra, которые отображают акции Apple, Google, Tesla, Netflix и прочее. Это можно иметь цифровой аналог у себя в сети и держать их на кошельке. Из рабочих продуктов у них есть мост, который сейчас увиден на экране. И у них есть кошелек, сейчас я переключу его, демонстрацию экрана, на другой. Terra Station называется. То есть это кошелек, который идет как отдельное приложение на компьютер. Есть также расширение, но широкий функционал находится на самом приложении. Это приложение для чего? Для того, чтобы можно было отслеживать свой кошелек, можно было отслеживать состояние сети. То есть смотреть, сколько токена, луна, луна – это основной токен сети Этера, застейкен. Здесь можно его, как я уже сказал, стейкать, делегировать для того, чтобы ваши токены приносили, говоря, доп. доход за счет того, что вы отдаете провайдерам на голосование. И вот здесь есть широкий обширный список, проект, который участвует в голосовании, в валидации. Также кошелек поддерживает свопы непосредственно внутри, то есть можно выбрать коин, который у вас есть на кошельке и свопнуть его на те токены, которые мы видели в мосте. И также его можно прям получить в этом приложении. Также во вкладке governance можно голосовать за пропозлы, которые выдвигаются сообществом. И, по сути, можно еще также подписывать контракты прямо в этом приложении. Так, у меня по этому все. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Александр, со своей постоянной рубрикой «Не так много новостей по хобби». Да, «Не так много новостей по хобби ЭКЧМ». Медленно, наверное, развиваемся. В целом, МДЭКС начинает добавление, это крупнейшая своплка и биржа, и провайдер ликвидности на сети хобби ЭКЧМ. Они объявили о том, что добавляют к себе майнинг, ликвидность и торговые пары с недавним крупным ICO. Это фейк и трип. Можно посмотреть, у них есть пулы. Фейк можно добавить в паре с МДЭКС, с нативным токеном платформы. И трип можно добавить к USDT. Это тэпер на сети хобби ЭКЧМ. И сначала стейкать, а затем уже получать доходность к предоставлению ликвидности. Затем также МДЭКС добавили еще два LP пула, которые сейчас самые высокие API. Это МДЭКС, нативный токен с проектом HFILL и HBTH. Все это также можно посмотреть на главных страницах в разделе HOME. Вот они здесь отображаются. И самый высокий API пока что на платформе. Далее. CoinWint. Это оптимизаторы гелодоходности только с Single Asset Staking. То есть с представлением только одного токена. И они обновили свой API для HUSD. Это представление доллара на стиху обе к чейн самого токена HT и USDT. Самый высокий API это USDT 41.95% на платформе. У меня все. Спасибо. Я готова. Видно начинает это. Ирина и Binance Smart Chain. Лидия, еще раз добрый день. Расскажу об новостях на Binance Smart Chain. Автофарм выпускает каждую неделю ревью. Что они достигли за неделю. Во-первых, это листинг на Binance со своими парами. Во-вторых, это запуск автосвапа. Теперь юзерам легко будет искать лучшие ставки. И также новости. Во-вторых, листинг на MXC Exchange. Аудит сертиком. И также апдейты по дашборд функциям. По разным. То, что их добавили на DeFi Prime. И то, что buyback и burn механизм запущен. И также свои достижения. Ну, ТВЛ. То, что они достигли первое место. То, что у них 37 тысяч адрес холдеров. И дальше. Следующая новость. Это P-доллар. Выпустили свой месячный, ежемесячный отчет. Там тоже о том, что они вошли в 5 мостовые лебилдбилдерс. Которые конкурс проводил на Binance. То, что они закончили их аудит сертик. Так же стратегическое партнерство. О чем можно почитать в статье Medium. Там все очень подробно рассказывается. Так же следующая новость. Это листинг, как я уже сказала. Автофарм и монета Ellipsis на MXC Exchange. Следующая новость. Листинг по листингу. Это токен BIFI. BIFI Finance и Token Tools. Binance Smart Chain Tools Finance. На бирже китайской. Дальше BIFI Finance. Они сделали такое overview. Что у них 4 пола с расширенными повышенными ставками. О чем они заявили в моем твиттере. Также Billion of Happiness. Заявили, что 71% их токена BHC. HC с деконом. Следующая новость. По Polo Finance. Они выпустили 3 протокола. Это PoloSwap, Polo Basic Income и Polo Walls. Следующая новость. Это MoctailSwap. То есть токен. Который первый токен ERC-1.55 стандарта. То есть Polo применяемый токен SFT. Вот они, получается, заявили, что они хотят пройти аудит сертика. И залищены на их доске. И последнее, что я хочу сказать. Это Buked Finance. Они, ну, как я уже говорила. Во-первых, сделали доступными графики. Чтобы можно было смотреть токены. Как я в прошлый раз говорила. Также они запустили лимит ордера. На Panteks. И у них в процессе... Обновить его. И стоп. Пропало, да? У меня последнее. Вот и стоп лоссы. Ланчень. То есть они скоро это выпускают. И также они будут проводить АМА-сессию с Binance Smart Chain News. С моей стороны все. Так, спасибо, Ирина. И у нас еще Влад Коренюгин с новостями по NFT. Я правильно понимаю? Продолжу с новостями по NFT. Так, значит, сегодня я посмотрю статью, в которой идет речь про NFT и их взаимоотношениями с законом и юристами. То есть какие здесь могут возникнуть подводные камни в рамках NFT-хайпа, NFT-бума. Первое, это то, что нужно сказать, что NFT-покупатели, они не имеют конкретно права на... Вернее, они не обладают конкретно файлами какими-то, либо артворками, как это может там показаться. То есть они обладают NFT-шками, которые с ними ассоциированы. Говорят, такая, как у нас есть билет Банка России, который... То есть при обмене, на который можно получить там рубли, на самом деле все рубли, они находятся в Банке России. То есть по такой аналогии. Вот. И отсюда, может быть, могут возникнуть, допустим, противоречия, если мы говорим про различные игровые айтемы, которые сейчас тоже популярны. То есть, допустим, какие-то там айтемы пытаются сделать как NFT-версию каких-то там предметов в различных играх, таких как Counter-Strike, еще там что-то такое. Сейчас целый маркетплейс пытаются запустить. Но нужно в первую очередь завести, не заметить то, что они не могут купить именно конкретно сам айтем, покупая NFT-шку. Поскольку это уже противоречит правилам и нарушает политику самой игры, то есть разработчиков Counter-Strike. Поскольку у них есть свой маркетплейс, и они всегда имеют право, то есть они являются прямыми обладателями вот всех этих айтемов, которые заявляют. Также второй, скажем, точка, на которой хотелось бы обратить внимание вот в плане обзора NFT-вот этой статьи, это различный DALT-контент, поскольку здесь тоже могут возникнуть различные противоречия. Вот я, например, видел, что там на платформе Ripple очень много продается сейчас и итемов, которые там не только, ну и которые являются там not safe for work, как называется категория. Вот, и юристы заявляют, что в некоторых странах, допустим, может такое случиться, что их просто запретят, либо еще какие-то могут возникнуть проблемы, поскольку в зависимости от юридикции других государств, здесь могут, ну вот как у нас, допустим, мы видели в 2017 году, что запретили участвовать в ICO гражданам США. То есть сейчас, возможно, такое же будет, что какие-то NFT-шки, возможно, не обязательно это там с not safe for work, то есть какие-то еще другие, они будут запрещены для покупки там у каждого других государств, поскольку какие-то проблемы будут с ним. Вот, в принципе, на этом вот по статье все, спасибо. Да, спасибо большое. Так, продолжит Василий и обзор Телеграм-каналов. Так, всем привет. Несколько новостей из Телеграм-групп. В основном связанные с преселами. с прошлыми на выходных IDO и R-Drop X-Force. Вот, рассматриваем так. Значит, первое, что хочется отметить, это IDO от Zeroswap. Детали они выложили, и будет это IDO проводиться, точнее, проводилось 3 апреля, закончилось 4. вот, и из этого все. Дальше по за все чат выложили информацию, как фармить XFY, точнее, XFIT токены на платформе XFY, вот, и для того, чтобы застейкать свои токены, нужно всего лишь подключить MetaMask, вот, и без манипуляций в 4 действия, то есть, не тратя на транзакциях свои средства, платформа предоставляет возможность просто через MetaMask застейкать уже токены. Получается, как это работает система, здесь в деталях это поясняется, сейчас найду, здесь в MetaMask общая сумма средств у вас в 6000 USDT, платформа определяет сразу пару, она делает один к одному из ваших средств, и эти она средства у вас может зафиксировать и все делается автоматически и без вот таких вот переходов на Uniswap, свапы токены, то есть, она облегчает, так скажем, действия на участвование в фарминге и подобных ивентов. Так, это такая микроинформация по, так скажем, за все чат, как обычно некоторые пользователи выкладывают свои, так скажем, новости или мнения по поводу какого-либо токена, но они обычно на самом деле не просто стреляют в небо, они по фактам, так скажем, пишут и тут вот один пользователь выложил информацию по поводу токена Convergence и говорят, что возможно он в скором времени залистится на Binance. Не позыв и не совет на покупку данного токена только рассмотреть этот проект как потенциальный на действии в Binance. Дальше, по новостям DeFi2ZMU, платформа Force проводилось мероприятие с airdrop токенов XForce, это развернутые токены Force, и чтобы участвовать в этом airdrop нужно было заклеймить токены, и достаточно на днях произошла такая ситуация, что этот airdrop так скажем, увенчался провалом, потому что взломали пол, то есть хакнули пол, и на днях средства Force упали на 90%, и на данный момент те, кто заклеймил токены XForce, сейчас не могут с ними ничего сделать, потому что пару Force и XForce убрали для дальнейших разбирательств, чтобы пользователи дальше не теряли свои средства, и потом они анонсируют, что будет дальше. Дальше из новостей. FAY протокол залистился в GECO, CoinGecko, Дальше хотелось бы отметить, информации по чату не было про FAY протокол, но я потом в других источниках прочитал, что обернулся катастрофой, так скажем, FAY протокол для инвесторов в 1 миллиард долларов, то есть там произошла ситуация во время этого пресела, как-то началось все мероприятие, можно было покупать уже токены TRIBE, сайт лег, как это обычно бывает в таких обстоятельствах, и за полчаса боты раскупили токенов на 50 центов, и когда другие пользователи тоже захотели купить 50 центов токены, они как бы их заклеймили, но сайт как лег, они купили их по завышенной цене, боты за несколько минут, секунд уже продали эти токены и вышли в плюс 500 эфиром, там вот один аккаунт даже есть, вот, что бы хотелось отметить из этого, исходя из этой ситуации курс с валюты Трайб и фей начал падать, и произошел такой паник сейл, и чтобы как-то продать свои токены, потому что в токен сейле проводилась еще пенальти, то есть 10% от вывода своих средств, и чтобы избежать потери, пользователь под ником Люсьяна выложил такой совет, такой гайд по избежанию пенальти, вот, нужно, получается, обменять свои фей токена на трайб, и с трайб токена на юрисвапе уже обменять на эфир, так можно обменять эти токены, и учитывая тот факт, что за 20 тысяч долларов можно не менять проскальзывание, то есть 1%, вот, из дефи-чатов у меня все, по NFT, значит, одна новость, пользователь спросил, так, как мне найти какую-нибудь платформу, где я могу создать свой NFT-токен и продать его, вот, собственно, выложил достаточно хороший такой блок, один пользователь, ну, то есть здесь рассматривается достаточно большое число, список проектов платформ по NFT-токенам, вот, и можно рассмотреть все эти NFT-проекты, потому что некоторые вот я первый раз вижу, вот, и, как бы, здесь еще отмечается, чем именно платформа занимается и на чем она цели ориентирована. Пожалуйста, мне ссылка, пожалуйста, вышли мне эту ссылку, спасибо. Да, хорошо. Вот, по NFT-группу у меня все, там в основном обычно происходит шиллинг, то есть, вот, я артист, я хочу прошилить свои токены NFT, опубликую, так скажем, свою ссылочку на NFT-группу. Вот, у меня все, спасибо большое за внимание. за внимание. Спасибо.